Привет, друзья! С вами еженедельные новости мира виртуальной реальности. Китайское новостное издание Xingting опубликовало свежую порцию утечек по еще не анонсированной VR-гарнитуре Pico 4 от ByteDance. Судя по опубликованному изданиям скриншоту характеристик и рисунку внешнего вида, гарнитура будет действительно выглядеть как горнолыжная маска. Шлем будет иметь угол обзора 105 градусов, что по мнению здания больше, чем у Quest 2 со 100 градусами. Плотность пикселей на градус будет в районе 21 пикселя, примерно столько, сколько и у Quest 2. Регулировка межзрачкового расстояния будет плавной. Другой китайский аналитик BlackSheriff008 также рассказал известные ему подробности девайса. В разных странах будут использоваться разные названия гарнитуры. Где-то это будет Pico Neo 4, где-то просто Pico 4. Цена обоих устройств будет выше предыдущих версий из-за новых линз, и компания будет агрессивно субсидировать цену устройств. Источник также рассказал, что шлем будет не просто анонсирован, а полностью выпущен уже в сентябре, и производственная линия, полностью выкупленная у Goertec, сейчас работает на полную мощность. Другие важные подробности, такие как производительность нового устройства и возможность просмотра окружающего мира в цвете, пока остаются неизвестными. Китайская компания X-Vizio, специализирующаяся на стереокамерах для отслеживания в пространстве, анонсировала контроллер для AR и VR устройств под названием SirController. Этот контроллер способен отслеживать себя полностью автономно, благодаря двум камерам на борту, а также чипу MyVideos от Intel, ранее используемому в снятых с производства камерах Intel RealSense, также в собственных камерах X-Vizio DeepSense, а также в камерах Luxonis. Контроллер можно будет использовать с большинством операционных систем Windows, Linux и Android, а также объединять зоны трекинга при использовании с фирменными AR-гарнитурами. Стоит отметить, что контроллер, как и остальное железо X-Vizio, предназначен для того, чтобы на его электронике другие производители могли делать свои контроллеры с похожими возможностями. Так что не исключено, что совсем скоро мы увидим очень много контроллеров и устройств отслеживания тела, способных отслеживать себя без колец трекинга и базовых станций. Китайская компания Lenovo опубликовала изображение с тизером своей новой автономной VR-когнитуры из линейки Savoir или Legion. Компания обещает опубликовать больше информации скоро, но можно догадаться, что девайс будет находиться в одном классе с другими устройствами линейки Savoir 70, телефоном Y70, планшетом Y700 и ноутбуком Y7000. Судя по картинке, шлем будет иметь отслеживание четырьмя камерами, а по версии издания IT Home гарнитура будет работать на чипе Qualcomm XR2. Компания уже имеет телефоны более премиальной 90-й линейки, так что будет неудивительно, если следующая версия шлема получит название VR900, если она, конечно, будет. На конференции разработчиков Google I.O. в мае компания представила впечатляющую новую функцию Google Maps. С помощью Immersive View пользователи Google Maps могут погрузиться в подробную 3D-версию известных городов на своих смартфонах и даже виртуально изучить интерьеры ресторанов и пабов. 3D-графика обрабатывается в облаке и использует инфраструктуру Google Stadia. Google назвал новый потоковый сервис Immersive Stream для XR. В трейлере, выпущенном вместе с анонсом, показаны различные сценарии применения, появившиеся в результате сотрудничества Google с BMW и другими компаниями. Согласно сайту 9to5Google, сейчас Google работает над поддержкой VR и AR-устройств. Ожидается, что сервис будет поддерживать совместимые с OpenXR гарнитуры виртуальной и дополненной реальности, а также предлагать режимы виртуальной реальности и стереофонической дополненной реальности. Услуга в её нынешнем виде предназначена для корпоративных клиентов, но сайт утверждает, что Google рассматривает возможность использования платформы для потребителей. По слухам, компания Google уже довольно давно работает над своими XR-очками, которые могли бы поддерживать как VR, так и AR в сквозном режиме. Очки называются Проект Ирис. Согласно отчёту, запуск Проекта Ирис ожидается в 2024 году. Сценарист и режиссёр сериала «Во все тяжкие» Винс Гиллиган рассказал в подкасте Inside the Gillyverse о том, что у него были идеи сделать по шоу несколько игр. К сожалению, ни одна из наработок так и не дошла до финального этапа. Среди разрабатываемых прототипов была и игра для VR гарнитуры Sony PSVR. Сам Винс отметил, что не особый фанат видеоигр, однако яркие идеи у него всё равно появлялись, да и до сих пор есть. Модор Luke Ross выпустил свежий мод для плоской игры, в этот раз для Final Fantasy VII Remake. Как обычно, мод позволяет лишь смотреть на мир, а интерактив всё ещё будет осуществляться кнопками на клавиатуре. Попробовавшие отметили хорошую производительность, поэтому рекомендуется накатить дополнительные модные текстуры высокого качества. Разработчики VR-мода для Half-Life 2 объявили, что мод станет доступен публике для тестирования уже в сентябре. Мод будет бесплатным и доступен в Стиме. Команда моддера лишь ждёт ответа от Valve, не противоречит ли мод правилам Стима. Если же Valve откажется публиковать мод в Стиме или будет слишком долго отвечать, разработчики готовы выложить его на сторонних сайтах. После того, как работа над второй частью закончится, моддеры планируют разработать поддержку для первого и второго эпизода игры. Для Quest 2 вышла аркадная игра Warplanes Battles Over Pacific, в которой вы сможете побывать в шкуре боевого пилота Второй мировой. Это вторая игра студии, первая Warplanes World War One Fighters, как было понятно из названия, про самолёты Первой мировой. В сиквеле полетать дадут только за американскую сторону, воюя против японцев. В игре есть комп миссии, мультиплеер, 12 самолётов, кастомизация и, конечно, одиночная кампания. Игра доступна в магазине Oculus за 20 долларов. Выпуск создан при поддержке интернет-магазина виртуальной реальности Formula IQ, ссылка в описании. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте палец вверх, если понравилось, и палец вниз, если нет. А в комментариях пишите, какой шлем вы бы выбрали, если бы они стоили одинаково. Quest 2 или Pico 4. Увидимся в виртуальной реальности.